О возможной жизни на Антарктиде говорят давно, и все эти слова могут быть вполне обоснованы. Дело в том, что последние исследования показывают, что ледяной континент замерз не 30 миллионов лет назад, как считалось ранее, а гораздо позже. Часть Антарктиды после наступления ледника еще долгое время оставалась цветущей и зеленой. Климатологи из Великобритании считают, что еще 2-3 миллиона лет назад здесь сохранялась территория, не покрытая льдом. А это означает, что какая-то цивилизация вполне могла проживать в этих местах, читайте также, полярники рассказали о внеземных существах, которых увидели в Антарктиде у вас волосы встанут дыбом. Путеводитель зоолога по галактике, что земные животные могут рассказать об инопланетянах и о нас. В начале 2000-х российские исследователи подняли образец льда со странными вкраплениями с глубины в 480 метров. Выяснилось, что эти вкрапления были нити чистого алюминия и золота. Причем они представляли из себя некий пучок, наподобие волос. Чистый алюминий и золото вообще не встречается в природе, тем более в виде волоса. Поэтому российские ученые пришли к выводу, что природное происхождение этих находок маловероятно. Тогда и возник вопрос, кто и каким образом создал эти металлические волосы. Позднее американскими учеными были еще обнаружены нити из вольфрама. Уже тогда, при ходе исследования, ученые из разных стран пришли к одному выводу, все это не творение природы, а рукотворное создание, читайте также, советский летчик-испытатель рассказал о пугающей встрече с НЛО, еще долгие годы мужчина не мог прийти в себя. Каких-либо подробностей после этих открытий не последовало, но ученые-уфологи наперебой кричат о возможном внеземном происхождении волос. Тем более, ранее на Земле уже была обнаружена база инопланетян. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.